До главного праздника страны, Нового года, остаются считанные недели. А россияне уже вовсю планируют свой праздничный бюджет и меню. Как посчитал Тверстат, цены на потребительскую корзину по сравнению с прошлым годом изменились. Почем нынче обойдется оливье или салат под шубой, выясняла Валерия Фомина. Если сравнивать цены в ноябре этого года и 2021, то нужно отметить, что в цене потеряли овощи. Так, картофель стал дешевле на 33%, на 29% свекла, на 28% морковь, на 21% огурцы. Все эти овощи – ингредиенты традиционных новогодних салатов, в том числе оливье. Так, в прошлом году салат подорожал на 15% по сравнению с 2020, а в этом году и вовсе подешевел. В среднем тарелка салата к новогоднему столу обойдется россиянею примерно в 375 рублей. Это, кстати, на рубль 60 дешевле, чем в прошлом году. Это происходит за счет удешевления ряда ингредиентов, то есть овощей, которые входят в состав данного блюда. А вот, кстати, второй традиционный русский салат к новому году с селедкой под шубой набрала почти 10 рублей в цене. Средняя стоимость селедки под шубой примерно 225 рублей. Речь идет о порции, рассчитанной на семью из четырех человек. Подешевели также яйца и лук, но прибавили соленая сельдь, майонез, колбаса, мясо, фрукты. Тем не менее, как рассказали жители Твери, отказываться от традиционных салатов они не собираются. Ведь праздник-то раз в год. Оливье, конечно. Что же еще? Ну, что еще у нас? Селедка под шубой. Торт обязательно, но торт хотя бы можно заранее приготовить. Можно оливье, наверное, самый популярный ответ. Что еще могло бы быть? Какое-то заливное, холодец, может быть. Ну, потому что, опять же, по привычке. Закуски, горячее мясо по-французски, рулетики из баклажанов и ветчины и нарезки. Оливье. Дорого, вот как вы считаете, в этом году оливье обойдется? Ну, наверное, чуть дороже, чем в прошлом, но среднестатистически, наверное, такая осталась цена. Оливье, да икру можно купить, даже себя побаловать. Оливье селедка под шубой, бутербродики, конопышки. А много планируете потратить на новогодний стол? Я не думаю, что много получится. Получится много. Сколько готовы потратить на праздничный стол тверичане? В среднем от 5 до 10 тысяч рублей. Причем большинство отметило, что в прошлом году сумма была примерно такой же. Чуть больше, от 10 до 30, жители столицы Верхневолжья гораздо потратить на подарки близким. Например, среди популярных рождественских подарков новогодняя атрибутика теплые носки и варежки. Как у вас в этом году с ценами выше, чем в прошлом году? Выше они стали намного выше, потому что вот эти елочные грузы приехали. Там вообще цены в два раза поднялись. Цены выросли в связи с тем, что производитель поднял? Да, да, да. Только из-за этого. Ну, все подорожало. Например, мы приехали в варежки в Ванголе. Знаете, какие дорогие стали? Вообще, посравниваясь с прошлым годом. Кстати, еще граждане любят дарить электронику. На 23% выросли цены на электротовары и другие бытовые приборы. В том числе на стиральные машины. 32%. Микроволновые печи почти на 17% стали дороже. Но рекордсменом по росту цен среди бытовых приборов стали пылесосы. Они подорожали на целых 37%. Редактор субтитров А.Семкин